И просто хочу знать, все девочки растут в шире, и одна такая урода. Не о том, не о том ты думаешь, не на них. Совершенно не о том, о чем должна думать, комсомолка. Роль Искры Поляковой для Анны Проскоковой, как говорят артисты, на слом. Девушка признается, ей всегда была ближе другая героиня повести, безмятежная Зиночка Коваленко. Но режиссер решил иначе. Так главная роль в спектакле «Завтра была война» помогла актрисе открыть в себе новые возможности. И не только в работе на сценической площадке. В жизни я бы хотела уйти от излишней жесткости, от какой-то бескомпромиссности такой. Потому что я на данный момент стараюсь принимать людей, а здесь все-таки Искра работает над теми, с кем она сталкивается, и какие-то черты ей не нравятся. Поэтому такое становление личности произошло не только в моем персонаже, но и, наверное, как во мне, как в человеке. Счастье – это когда у тебя есть друг, который не придаст в трудную минуту. Таков основной посыл спектакля – истории о взрослении и остановлении личности. К небольшой инсценировке по произведению Бориса Васильева режиссер Сергей Рудынок добавил еще 12 страниц из повести. Текст постоянно приходилось переделывать. Гениальность произведения, по мнению режиссера, заключается в его актуальности. И главной задачей было донести эту мысль зрителю. Не хотелось бы, как это, сглазить, но вот на данный момент, фу, мне кажется, что все идет так, как оно должно быть. Хореограф спектакля Виктория Волкогонова постаралась воплотить все задумки режиссера в пластических композициях, которых немало в постановке. В одной из сцен зрители услышат и музыку композитора Сергея Прокофьева. Именно эта сцена, это, конечно, ассоциация того времени Прокофьева, который писал Иван Грозный. Это, конечно, состояние, настроение, именно музыка, именно пластика усиливает действие спектакля. Премьеру драмы в двух действиях по повести Бориса Васильева «Завтра была война» ждет полный аншлаг. Все билеты на 28 и 29 апреля уже раскуплены. Ближайший после первых двух спектакль состоится 6 мая. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.